Это новость на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске состоялось 16-е заседание Национального собрания Республики Западная Армения, выступление Сергея Лаврова о праве Арцаха на самоопределение. Церемония, посвященная памяти жертв геноцида армянского народа, состоится 22 апреля во французском городе Брон. Предложения Азербайджана по статусу Арцаха неприемлемы, а Рейка Рутюнян. Давай весь мир принесем в Арцах. Запуск новой программы. Сегодняшнего дня вступит в силу запрет на охоту на сельдь на озере Вам в Западной Армении. Сегодня день рождения всемирно известного художника Арщила Горький. В Ереване состоится большой концерт-фестиваль по случаю Международного дня танца. 13 апреля состоялось 16-е онлайн-заседание Национального собрания Западной Армении. О представленном в ООМ-пакете, который включает более 2000 страниц и материалов по Западной Армении, рассказал президент Республики Западной Армении Арменак Абраамян. Он состоит из 20 страниц, а остальные материалы представлены со ссылками, так как объем представляемого в ООМ-пакета не должен превышать 20 страниц. Арменак Абраамян также ответил на вопросы депутатов. На заседание председатель Национального собрания Нелли Арутюнян представила депутатам проект второй сессии седьмого созыва, который был принят единогласно. В повестку дня заседания вошел также ряд других вопросов, одним из которых стало обсуждение проведения памятных церемоний, которые состоятся 24 апреля в разных странах. Представляем очень важную информацию, связанную с правом Арцаха на самоопределение. Отрывок из выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Мы должны вернуться к уставу ООН, где в том числе есть уважение к суверенному равенству государств, есть право нации на самоопределение, а также уважение территориальной целостности. С момента создания ООН ведутся разговоры о том, что важнее – территориальная целостность, суверенитет или право народов на самоопределение. Были специальные консультации и переговоры. В 1970 году они завершились принятием важнейшей декларации о принципах международного права, в которой речь идет о дружественных отношениях между государствами в соответствии с уставом ООН. Мы должны защищать ценности ООН. Мы должны вернуться к этому бесценному опыту. Член Национального совета Западной Армении Лидия Маркосян Ив Пайсон Степан Джанин, член городского совета, делегат Комитета памяти ветеранов, приглашают на отчествование памяти жертв геноцида армян 22 апреля 2022 года в городе Броне в Франции. Под почетным председательством Джереми Броне, мэра Броне, регионального советника, специального посланника. Президент Арцаха Райка Рутюнян считает неприемлемым предложение Азербайджана о статусе Арцаха. Мы понимаем, что должны жить по соседству, но подвластность невозможна и недопустима. Нам следует руководствоваться сохранением статус-кво, как говорят русские. Российские миротворцы будут оставаться здесь на неопределенный срок, так как они прибыли сюда как гарантия безопасности армянского населения, сказал он. Чтобы продолжить жить здесь, имея де-факто независимость, стремясь к дальнейшим изменениям до юра, это может быть независимость, это может быть союз с Арменией, что я считаю маловероятным, но это могут быть и какие-то отношения с Россией, просто по вертикали. Благотворительный фонд Туфенкян запускает новую программу «Давай весь мир принесем в Арцах». В рамках инициативы известные многообещающие армянские деятели из Армении диаспоры посетят Арцах и выступят с публичными выступлениями среди населения. Об этом заявил директор по внешним связям фонда Рубен Джамбазян. Цель инициативы – вовлечь местное население и помочь поднять престиж Арцаха и Армении на международном уровне. Визиты будут включать не только публичные выступления, но и круглые столы и тренинги. В озере Ван в Западной Армении действует запрет на охоту на сельдь, период размножения которой с 15 апреля по 15 июля. Ванская сельдь, плывущая против течения воды, своим необычным образом жизни создает неповторимую картину. Соответствующие органы будут проводить контроль, чтобы максимально предотвратить браконьерство. Напомним, что до недавнего времени сельдь считалась единственным видом рыбы в озере Ван, но был обнаружен новый вид рыбы. Аршилл Горький родился в селе Хоргом Западной Армении. После геноцида армян в 1915 году он покинул Ван и вместе с матерью и тремя сестрами переехал в Ереван. В 1924 году переехал в Нью-Йорк, где учился в Центральной школе искусств, где с 1926 года в течение пяти лет преподавал живопись. В 1939 году он участвовал в декоративных работах Всемирной выставки в Нью-Йорке. Аршилл Горький также принадлежит к сюрреализму и абстрактному экспрессионизму, одним из основоположников которого он считается. Он считается одним из самых влиятельных американских художников 20 века. Его картины выставлялись во всех крупных галереях США. Он умер 21 июля 1948 года. 29 апреля во всем мире отмечается Международный день танца. Праздник отмечается с 1982 года. 30 апреля и 1 мая в Ереване в рамках Международного дня танца пройдет концерт-фестиваль. Основная идея этого праздника – объединение разных танцевальных направлений, возможность выразить любовь людей к танцу, ведь это искусство, способное преодолевать все политические, культурные и этнические границы. Полная версия доступна на официальном YouTube-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!